Сегодня нас с вами ждет что-то абсолютно невероятное, я не знаю готовы ли вы к этому, я не знаю даже готова ли я к этому, потому что сегодня мы с вами будем тестировать одну из самых дорогих тональных основ вообще в мире, в принципе. И я сейчас говорю о тональной основе от La Mer, которая называется The Soft Fluid Longwear Foundation, и это уже даже не просто люксовая тональная основа, это действительно премиум сегмент для самых богатых людей этого мира, я к ним не отношусь, к сожалению, но так как YouTube и обзоры косметики являются моей работой, у меня появляются возможности тестировать даже то, что я сама для себя, возможно, бы никогда не купила. Из-за того, что эта тональная основа настолько дорого стоит, а ее розничная цена 110 долларов, я хочу сегодня приложить максимум усилий для того, чтобы сделать это видео максимально объективным, для того, чтобы продемонстрировать максимальное количество фактов и как можно меньше субъективного мнения, чтобы вы могли для себя сделать выводы, стоит тратить такие деньги или не стоит. И если вернуться к стоимости, то, конечно, такой высокий ценник нельзя оправдать уже просто красивой упаковкой. Здесь, конечно же, должно быть что-то другое, и чем берет Марка Ламер, это тем, что во все свои средства они добавляют еще и уход. Главная отличительная характеристика компании Ламер заключается в их секретном ингредиенте, который называется Miracle Broth. Вообще, они его называют действительно чудесным. Я могу вам оставить ссылку на сайт Ламеру, если вы в детали хотите посмотреть, что это такое, но если вкратце объяснить, это, грубо говоря, секретный компонент. Они точно не рассказывают, как они его делают, но в основе своей, по крайней мере, как я это понимаю, это выжимка из водорослей, которые очень редкие. Эти водоросли можно собирать только два раза в год, и они имеют какую-то невероятную просто ценность и свои характеристики, из-за которых кожа обновляется, выглядит моложе, более упругой. То есть все вот эти позитивные характеристики, которые вы можете представить для своей кожи, они практически все заявлены в свойствах этого компонента. Я, по-моему, даже попадала на какие-то исследования, там, где вот этот компонент тестировали на ожогах, и кожа реально настолько быстро и хорошо обновлялась, что практически даже не оставалось следов после ожога. То есть действительно этот компонент в какой-то мере чудесный, как они его, собственно, и называют. Но вы знаете, на бумажке всегда все очень красиво написано, и если почитать описание к любой тональной основе, или к любому крему, неважно, дорогой он или дешевый, там всегда такой список обещаний, что ты думаешь, что сейчас произойдет что-то очень чудесное с твоей кожей, а происходит это или нет, мы, естественно, сегодня протестируем, и не только сегодня, потому что я хочу построить это видео таким образом, что вот сейчас я буду снимать первые впечатления. То есть сегодня вы посмотрите нанесение, какие-то мои первые комментарии, как выглядит эта тональная основа при дневном освещении, как она продержалась на протяжении дня, но это еще не все, потому что главная характеристика, которая здесь заявлена, заключается в том, что если пользоваться им постоянно, я должна получить еще какие-то бонусы в плане ухода за своей кожей, то есть кожа должна стать лучше. Я не знаю, насколько это правда, но я хочу несколько недель протестировать эту тональную основу и потом заснять концовку с какими-то дополнительными комментариями, с каким-то более полноценным обзором, то есть максимум информации вам дать, чтобы вы посмотрели, насколько вас это впечатляет или наоборот не впечатляет. Перед тем, как мы с вами перейдем к тестированию этой тональной основы, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор еще не подписаны, присоединяйтесь к нашему сообществу, здесь всегда очень интересно, я очень досконально тестирую косметику и показываю также макросъемку в 4К, поэтому если вы до сих пор еще не подписаны, пожалуйста, подписывайтесь, это можно сделать, нажав на кнопочку внизу, также нажимайте сразу рядом и колокольчик, чтобы YouTube вас оповещал, как только выйдет мое новое видео, и давайте приступать. Внешняя упаковка этой тональной основы выглядит вот так вот, в принципе, по внешней упаковке нельзя сказать, что эта тональная основа обещает что-то фееричное, фееричное. Давайте сейчас откроем, посмотрим, как все в середине выглядит. Вы знаете, у меня сейчас такое впечатление, что я должна открыть эту упаковку и услышать как минимум ангельское пение. Упаковка, конечно, выглядит очень круто, это такое матовое стекло, очень красиво сделано, даже на хрусталь чем-то похоже, очень тяжелая тоже упаковка, очень тяжелая баночка. Кстати, если пройтись по фактам, я взяла себе оттенок Linen 13, я очень надеюсь, что он мне подойдет, потому что если он мне не подойдет, я вот прям сильно расстроюсь. Еще здесь стандартный 30 мл, и производится эта тональная основа в Береге. Перед использованием нам говорят, что нужно обязательно очень хорошо встряхнуть. Так, тональная основа по самому первому впечатлению темновато для меня, но тем не менее давайте пробовать, потому что может быть она тонкая и растушуется хорошо, и не будет видно, что есть какая-то разница. Запах у нее какой-то, если честно, немножко странноватый. Он очень сильный, но в то же время это не то, что как парфюмированная продукция, какая-то, например, там, Шанель или какая-то такая, то есть не какой-то цветочный запах, а какой-то странноватый, такой даже как травянистый что ли. И давайте пока я тушу, я вам в подробностях расскажу, что нам обещает производитель. Невесомая текстура для роскошного стойкого макияжа. Тональный флюид гармонично сочетает естественные оттенки, увлажнение и обновляющий кожу эликсир Miracle Broth. Поры менее заметны, несовершенства визуально исчезают, солнцезащитный фактор и антиоксиданты помогают защитить кожу. Благодаря новой капсульной технологии цвет не изменяется даже в условиях высокой влажности. Итак, первые впечатления. Первое, что я заметила, это финиш. Очень красивый финиш создает эта тональная основа. И также покрытие. Покрытие, я бы сказала, что выше среднего, поэтому эта тональная основа может перекрывать уже достаточно такие явные, скажем так, проблемы. При этом я не вижу пока, чтобы она заваливалась в морщины, как-то что-то подчеркивала. И также я заметила, что она очень хорошо наслаивается. То есть, если я вижу где-то какой-то участок, где мне хотелось бы немножко добавить покрытие, я добавляю туда буквально капельку, растушевываю. И при этом она действительно добавляет покрытие, но не смазывает то, что я наносила до этого. Поэтому это очень хорошая характеристика. Единственный минус, который я пока что могу назвать, это ужасный запах. Мне вообще не нравится, как она пахнет. Она пахнет реально какими-то водорослями или что-то, чем-то таким. Вот очень навязчивый вот такой вот запах. Причем, что я очень крайне редко жалуюсь насчет запаха, но здесь запах действительно очень сильный. И даже вот я нанесла на лицо, я до сих пор вот на лице ощущаю этот запах. Сейчас давайте я закончу полностью макияж и вернусь к вам для того, чтобы подвести какие-то более-менее финальные итоги. Я закончила макияж и хорошенько просматривала себя в зеркало. Могу однозначно сказать, что я подтверждаю все, что я сказала до этого. То есть действительно тональная основа выглядит хорошо. Я смотрю на себя в зеркало, мне нравится, что я вижу. Мне нравится, какой финиш создала эта тональная основа, как она все перекрыла, как она сейчас выглядит. И выглядит она действительно ближе к натуральному финишу. Я не могу сказать, что это прям сияющий финиш или наоборот матовый. Нет, где-то посередине. То есть те зоны, которые выделены хайлайтером, естественно, они сейчас сияют. Но все остальное лицо в принципе выглядит довольно естественно. Как я и сказала, мне действительно нравится, что я вижу в зеркале. Но я не совсем уверена, что мне это нравится, учитывая ценник этой тональной основы. То есть как бы я смотрю на себя в зеркало, да, действительно все хорошо. У меня нет каких-то претензий к этой тональной основе. Здесь мне все классно выглядит. Но учитывая эту стоимость, я ожидала, наверное, чего-то сверхъестественного. И если бы я, например, не попробовала к этому моменту тональную основу от YSL, я бы, наверное, сказала, что это действительно самое лучшее, что я пробовала. Но учитывая то, что я попробовала вот эту тональную основу, мне кажется, что она мне нравится даже чуточку больше. Она создает более влажный финиш и ощущение само более именно увлажненное на лице. Тональная основа YSL, напротив, ощущение такое, как после очень хорошего питательного крема. То есть ощущение на коже не такое легкое, как увлажненное, а наоборот такое плотное, как после хорошего питательного крема. Как всегда, я хочу вам показать тоже, как выглядит эта тональная основа при дневном освещении, потому что я считаю, это один из самых важных показателей. Все-таки большинство людей пользуются тональными основами для реальной жизни, а не для того, чтобы сидеть перед камерой. Поэтому в данный момент вы можете смотреть, как она выглядит при дневном освещении и делать свои выводы, насколько вам это нравится или нет. Сейчас на часах 13.20 и я проношу эту тональную основу сегодня целый день. И также по нашему обычаю я вам, конечно же, покажу, как она продержалась на протяжении дня со своими комментариями. Что касается стойкости тональной основы, то она вполне нормальная. Под конец дня лицо у меня стало немного более блестящее, но учитывайте, что я тестировала тон в сильную жару. Обычно эта проблема легко решается, если промокнуть лицо спонжем даже без пудр. Также из-за того, что кожа под конец дня стала более жирной, все поры были намного более видимыми, а в начале дня лицо казалось более гладким и словно заблюренным. Ну что ж, вот такие вот были у меня первые впечатления. Сегодня, кстати, 16 августа, я эту тональную основу поношу несколько недель и сделаю выводы. Изменилась моя кожа к лучшему или не изменилась. И на этом я, наверное, буду заканчивать свои первые впечатления и давайте переместимся в будущее для подведения финальных итогов. Итак, как я и обещала, апдейт. Сегодня у нас с вами 8 сентября, то есть у меня было достаточно много времени для того, чтобы досконально уже протестировать эту тональную основу и у меня уже сложились четкие представления о том, кому она идеально подойдет и что она вообще из себя представляет. Поэтому давайте, наверное, с этого и начнем. Протестировала я ее не только на себе, об этом я расскажу немножко позже, что касается моих субъективных впечатлениях именно на моем лице. Если сказать в целом, тональная основа мне очень понравилась. Она делает действительно красивую, дорогую кожу. Этого, этих характеристик у нее не отнять. Но что касается какого-то волшебного преображения кожи благодаря этому секретному компоненту, который сюда добавлен именно в плане ухода, я не заметила никакой разницы на своем лице. То есть, в принципе, я вижу декоративный эффект, очень красивый, очень классный, но в то же время это декоративный эффект. Я не могу сказать, что эта тональная основа действительно изменила мою кожу в той или иной мере к лучшему или к худшему. То есть, в принципе, как у меня было состояние кожи, так оно и осталось. И вы знаете, что касается вот этого декоративного именно эффекта, то если я сейчас возьму кошелек и пойду в магазин покупать тональную основу и выбор станет, например, между YSL и Lamer, то, скорее всего, я все-таки куплю YSL, потому что она в два раза дешевле. И я это сделаю не потому, что YSL мне нравится гораздо больше, чем Lamer, они мне нравятся приблизительно одинаково. Единственное отличие между ними это то, что у YSL достаточно легкое покрытие, оно, скажем так, от легкого до среднего, в то время как Lamer делает от среднего до плотного покрытия. Тональную основу от Lamer для себя лично я буду использовать, например, на выход, на какие-то особые случаи, тогда, когда мне нужно выглядеть дорого, красиво, и чтобы это было видно, потому что, когда наносишь Lamer, вот видно, что на тебе что-то очень дорогое, вот оно действительно в этом плане преображает лицо, и прям вот красиво все выглядит. Здесь, как я и сказала, этих характеристик у нее не отнять. Теперь, важное дополнение, эту тональную основу я тестировала не только на себе, у меня была возможность протестировать ее и в возрастном макияже. Недавно к нам в гости приезжала моя свекровь, и, конечно же, мне захотелось протестировать этот тон и на ней, потому что у нее, естественно, более возрастная кожа, и на ней меня этот тон впечатлил больше всего. Вот на ней он создал именно такую вот, знаете, рекламную картинку сияющей, дорогой кожи. Ее возраст я точно не буду называть, но это 50+, и вот на ней эта тональная основа действительно прям кардинальные изменения делает, то есть вот смотришь на себя в зеркало, и она, кстати, это прокомментировала точно так же. Она, когда посмотрела на себя в зеркало, она сказала, ничего себе, то есть это вот именно такой эффект здорового сияния, очень красивой такой рекламной кожи. И мы потом пошли в заведение посидеть, и я весь вечер так за ней наблюдала и смотрела, как это выглядит при вечернем освещении. Мне очень понравилось. Вот действительно, мне кажется, что эта тональная основа идеально подходит для 45-55, где-то вот этого возрастного промежутка, тогда, когда вот этот эффект именно освежения, сияния кожи очень многое меняет во внешнем виде, потому что если нанести это на молодую кожу, да, это будет красиво, но если нанести это на более возрастную кожу, тогда вот эта разница до и после намного более ярко выглядит, то есть действительно там видно, что, ну, своего рода преображение произошло. Но и это еще не все. Если вы смотрели мое предыдущее видео, то знайте, что я недавно тоже ездила к своей маме в гости и на ней мне тоже очень хотелось протестировать этот тон, потому что она еще старше, чем моя свекровь, и мне хотелось посмотреть, понравится ли этот тон мне на ней больше, нежели те, которые я на ней использовала раньше. И на ней, вот, кстати, я бы не сказала, что я увидела такой вот эффект, прям вау. Вот именно на моей маме я бы сказала, что мне намного больше понравилась Lumine Natural Glow из линейки Nordic Chic. Вот эта тональная основа очень сияющая, вот просто ни одна из тех, которые я перечислила, не такие сияющие, как вот эта Lumine. И вот на моей маме мне вот эта тональная основа понравилась гораздо больше, нежели La Mer. Из этого я сделала вывод, что все-таки идеальная возрастная категория для La Mer это 45-55 лет, приблизительно где-то в этом промежутке. В общем-то, что я хочу сказать, если эта тональная основа вполне вам по карману, я не буду вас отговаривать, чтобы ее не покупать, потому что она действительно классная, и если вы находитесь в том возрастном промежутке, о котором я говорила, то для вас, мне кажется, это будет классно, действительно очень крутая тональная основа, которая вас будет преображать и делать гораздо более дорогой, свежей, отдохнувшей, в общем-то, вот именно вот эти вот характеристики вы от нее получите, скорее всего. Если же у вас молодая кожа, особо в принципе проблем нет, но вы наслышаны об этой тональной основе и хотите ее купить просто потому что она раскручена в интернете, наверное, не стоит, потому что вы вполне можете обойтись каким-то достаточно хорошим люксом, и вам вполне этого будет достаточно, здесь нет нужды тратить в два раза дороже, потому что вы, возможно, этого эффекта просто не увидите у себя на коже. Ну что ж, я надеюсь, что мой обзор был для вас полезен и вы точно разобрались во всех характеристиках этой тональной основы и в принципе можете уже понять, что она из себя представляет. На этой ноте я буду с вами прощаться, если вы здесь впервые или еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, это можно сделать вот здесь вот, и вы можете также посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас рекомендует YouTube, если вы вдруг уже их смотрели, то мы с вами увидимся через несколько дней в моем новом видео.